Терпение и труд все перетрут. Эта пословица как нельзя лучше характеризует героиню нашего следующего сюжета. Выпускница лицея номер один Дарья Сокол единственная в нашем районе получила 100 баллов по двум предметам при сдаче ЕГЭ. Такой высокий результат позволил девушке поступить в одно из самых престижных учебных заведений нашей страны. О том, чем пришлось пожертвовать ради отличной учебы в школе и сложно ли было сдавать единый государственный экзамен, узнали наши корреспонденты. Уроки, экзамены, ответы у доски – все это уже позади у вчерашней выпускницы Дарьи Сокол. Впереди учеба в ВУЗе и самостоятельная жизнь. Даша приложила все усилия для того, чтобы достичь высоких результатов в учебе. Она – стобальница по русскому языку и истории, золотая медалистка и призер Всероссийской олимпиады школьников Ломоносов. Потому что подготовка к экзаменам такая плодотворно началась с начала 11 класса. Я готовилась к сдаче четырех единых государственных экзаменов по базовой математике, русскому, английскому и истории. Могу сказать, что занималась сама по всем предметам дома. Не могу сказать, что это было очень сложно. И я бы даже сказала, что каждому, кто начинает подготовку заблаговременно, по силам сдать единый государственный экзамен. Начиная с начальной школы, Дарья постоянно участвовала в школьных олимпиадах и конкурсах. И если русский язык и литература девушки были интересны всегда, то любовь к истории появилась не так давно, когда стало понятно, что этот предмет предстоит сдавать при поступлении в выбранный ею ВУЗ. Я всегда любила много читать. И в истории, если ты хочешь хорошо знать исторические события, факты, личности, тебе нужно много читать и еще уметь анализировать. И находить, на самом деле, причинно-следственные связи, знать, что к чему привело и что было следствием к какому-то другому событию, это для историка составляет основное удовольствие, наверное. Мне это очень нравится. Большую помощь к подготовке к экзаменам Дарья оказали ее наставники и педагоги. Но с самого детства, любовь к учебе и тягу к знаниям девушки прививали родители. Моя семья, конечно, поддерживала меня. Они знали давно, куда я собираюсь, и они всегда меня поддерживали в этом и убеждали меня, что все получится. И вообще мои друзья и учителя даже в школе, моя классная руководительница, на бок Ольга Анатольевна, они все меня поддерживали и всегда говорили, что все должно получиться. Для того, чтобы получить высокие баллы по ЕГЭ, девушке пришлось много заниматься. На учебу уходило практически все свободное время. Но это того стоило. С такими результатами Дарью будут рады видеть в любом высшем учебном заведении. Но свой выбор девушка сделала в пользу Московского государственного института международных отношений. Уже в сентябре она отправится в столицу нашей Родины, чтобы достичь новой поставленной цели, с отличием закончить лучший вуз страны. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа «События».